В преддверии финала чемпионата мира по футболу в Большом театре прошел гала-концерт, посвященный завершению турнира. На исторической сцене звучали самые известные голоса мировой оперы. Приветственные слова на открытии вечера сказали президент России Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. С подробностями Дмитрий Кайстро. На праздничный вечер были приглашены члены иностранных делегаций, которые приехали на финальный матч чемпионата, президенты-члены совета FIFA, легенды футбола и многочисленные гости, которых в июльской Москве было как никогда много. Звездная ночь в Большом театре собрала самых разных людей из разных стран, которых объединил футбол и гостеприимная Россия, ставшая на дне чемпионата домом для десятков тысяч гостей со всей планеты. На историческую сцену Большого театра президент Владимир Путин вышел вместе с главой FIFA Джанни Инфантино. Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа. Рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей. И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим. Обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной. Тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем. Настолько многогранна, самобытна и велика Россия. Настолько открыты ее граждане для общения, дружбы, сотрудничества, реализации совместных ярких, полезных проектов и общих целей. В ответном слове глава ФИФА пообещал выучить русский и обязательно вернуться в Россию. Дорогие друзья, я не говорю по-русски. Но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России. Совершенно точно, мы еще вернемся сюда. Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира оказался столь успешным. Посмотрите на эти улыбки. Это лицо России. Россия, которую мы любим и благодарим. Спасибо, президент Путин, за вашу приверженность, самоотверженность и страсть. Уверен, что без вас все это было бы невозможным. Во время выступления Инфантино все же несколько раз переходил на русский язык. Спасибо. Спасибо большое. А потом предложил всем зрителям, которые собрались в зале, трансформировать Большой театр в стадион Лужники. One, two, three. Россия. 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 В свою очередь, Владимир Путин на английском поблагодарил Джанни Инфантино за его высокие оценки. Спасибо, мистер президент, за ваши мягкие слова. Чемпионат в России смотрели свыше 4 миллиардов человек. Международный спортивный праздник, отметил президент Путин, раскрыл всю силу народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России. Поблагодарить за поддержку, которая была нам оказана в ходе подготовки к турниру. И главное, за вашу веру в Россию, как страну, где держат слово, уважают партнеров и хранят великий дух и принципы спорта. Дорогие друзья, чемпионат подходит к концу, но мы не прощаемся с вами. В России всегда рады видеть и старых, и новых друзей, а их теперь у нас больше. Спасибо вам всем и до новых встреч. А сам праздничный концерт начался с футбольного балета. На большом экране кадры командных встреч сменялись балетными партиями и снова превращались в динамичный футбол. В этот удивительный вечер было много спортивных звезд, искреннего счастья и встреч. В куларах Большого театра Владимир Путин пообщался с экс-президентом Мадагаскара, который в эти дни тоже приехал в праздничную Москву. Здравствуйте, господи Николай Дэнс. Концерт в Большом театре продолжился далеко за полночь. На исторической сцене пели Анна Нетребко, Плассида Доминго и другие звезды мировой оперы. Дмитрий Кайстр, Петр Равнов, Любовь Милорадова, Павел Мир, Ренат Гореев, Вести.